Давай, я, наверное, задам. Привет. Давай, давай, давай. Вопрос такой. Я сейчас работаю с онлайн-школой и на меня, то есть 90% клиентов моих, они все по сарафану ко мне пришли. Вот. В чем вопрос? Как выходить на довольно крупные онлайн-школы, где бюджет там от 500 тысяч России в месяц? Правильно я понимаю, что ты работаешь по продвижению онлайн-школы, да? Да, таргетолог. Ты хочешь работать с крупными онлайн-школами? Ну, можно так сказать, да. Самое простое это понять, где эти онлайн-школы, ну, владельцы этих онлайн-школ тусуются. Знаешь Евгению Павловскую? Наверное, не знаю. Ну, бери Евгения Павловская в Инстаграме или в Гугле. Это сейчас самый хайповый психолог-остановщик, который разрабатывает какие-то баснословные бабки и работает со всеми сейчас звездами, со всеми топами селебрити, да, там, блогерами. Что она сделала? Она, как бы, по сути, ну, долго, долгое время занималась психологией, и когда была вот эта тема с Бали, когда все туда ринулись, там, да, типа, там, все, кому не лень, да, вся инфобизнес-тусовка туда полетела, там, все предприниматели, да, там, в общем, все, все, кому не лень, все, как бараны туда полетели, да, там, за духовным развитием. Она тоже туда полетела и, соответственно, там провела свой тренинг по, соответственно, своим, там, семейным расстановкам. И в итоге, что она сделала? Она просто пришла, ну, типа, вот, там, организовала этот тренинг, и, чтобы привлечь людей, пришла на вечеринку там какую-то и просто там сказала, типа, кому интересно, вот, там, приходите ко мне там на, типа, на тренинг, да. В итоге результатом вот этого всего стала продажа на 12 миллионов рублей, по-моему. То есть она продала на 12 миллионов рублей своей, там, личной годовой программы, там, курсы и так далее. Сколько она могла потратить времени, чтобы добиться этого стандартными способами, да, там, через таргет, там, через, не знаю, ссылки, через еще что-то. Ну, я думаю, что годы. Тут она почему получила экстра-результат? Потому что она оказалась в нужном времени, в нужном месте, где тусуются те чуваки, которые готовы заплатить за решение этой проблемы большие деньги. Тут же еще важный момент, что тебе же не просто нужны владельцы онлайн-школ, тебе нужны, как бы, ну, владельцы онлайн-школ с баблом, и которые понимают ценность хорошего трафика. То есть тебе не нужны какие-то, там, бомжи, да, которые, там, у них есть онлайн-школа, но они, как бы, тебе, там, по 5 тысяч рублей бы платить. То же самое у нее, то есть она понимала, что, как бы, ей абы хер кто не нужен, то есть ей нужны люди, которые, там, ну, хорошо зарабатывают, они понимают ценность решения проблемы, там, в отношениях, там, в ролевых моделях, там, с родителями, там, с партнерами. И они готовы за это заплатить, там, скажем, миллион рублей. Все. То есть она приехала, сделала оффер и продала. То есть, по сути, тут идеальное сочетание предложения оффера и целевой аудитории, которую она этот оффер странслировала. И прямое попадание, потому что, ну, по сути, это как листовку раздать, да? То есть прямой месседж, прямой посыл был. Понимаешь, к чему я клоню? Да, я понял. Тебе нужно понять, где тусуются эти люди. То есть, возможно, это какие-то формы, возможно, это какие-то чаты, возможно, это какие-то мастер-майнд-группы, да? Вот почему там многие заходят, там, платят, там, за Андрею Парабелому, там, 300 тысяч рублей за его мастер-группы. Что он там, что-то гениальное что-то говорит? Нет, ничего он там гениального не говорит, просто это нетворкинг. Понимаешь, то есть у меня, скажем, ну, вот моя клиентка Наталья, которую я вот онлайн-школу сделал, она состоит в закрытой мастер-майнд-группе «Ораторское искусство», где, типа, там, месяц стоит 150 тысяч рублей. Ну, и она признается, что я платила эти деньги только ради того, чтобы найти инвестора. И она нашла инвестора. Сейчас этот инвестор инвестирует в наш проект онлайн-школу, да, там, уже 2 миллиона инвестировал. То есть, по сути, она заплатила 150 тысяч рублей за то, чтобы найти инвестора, который дал ей 2 миллиона. Это называется сложный процент. Что такое сложный процент? Это когда ты делаешь какие-то действия и получаешь не прямой результат от тех действий, которые ты сделал, а он как бы побочный. То есть, ну, пример тебе, скажем, да. Если ты платишь, там, ну, условно, там, не знаю, там, покупаешь акции Макдоналдс, да, там, не знаю, или, там, Тесла на тысячу долларов, и акции возросли на 10 процентов, ты заработал 100 баксов, правильно? Это как прямая зависимость. А есть косвенная зависимость, сложный процент. Что это такое? Это когда ты, вот как я, предположим, да, там, у меня была история, у меня Аяс предлагает, типа, Макс, полетели во Вьетнам, обсудим совместную работу. Он же мне не сказал, типа, Макс, давай, дай мне 100 тысяч рублей, мы начнем с тобой работать. То есть, у меня был риск. То есть, как бы, я не знал, что мы там обсудим. Там, я не знал, что там будет, вот. Ну, кому интересно, можете посмотреть, типа, там, про эту историю, там, на Ютьюбе, там, набрать Аяс про Макса Белоусова. Вот, ну, более подробно про эту историю. Но я, как бы, вписываюсь в эту авантюру. Я лечу во Вьетнам, и мы действительно там говорим, и мы начинаем вместе работать, как партнеры. То есть, это получается, что, вот, если считать по затратам. Я инвестировал 150 тысяч рублей в то, чтобы купить билет во Вьетнам, там, оплатить отель, проживание, там, еду и так далее, да. Да, 150 тысяч вложений. И что я получил? Я получил, ну, как бы, поездку во Вьетнам. Но допом к этому я получил работу с Аясом, которая мне вылилась во что? В то, что, соответственно, меня многие узнали, да. Там, я был как спикер. Я заработал определенные деньги, да. То есть, как бы, получил статус, опыт. Это сложный процент, который не просчитывается. То есть, ты не можешь просчитать результат от этого. Но при этом важно понимать, что ты запустил этот механизм. То же самое и когда Наталья согласилась заплатить 150 тысяч рублей, чтобы быть членом ораторского клуба. Она запустила процесс, где стало возможным получить какой-то дополнительный бенефит за то, что ты находишься в этом сообществе людей. То же самое, скажем, как у меня знакомый, там, Алишер, да, который, там, тоже, там, ходил, был участником группы Андрея Парабеллова, мастер-майн, да, и он мне сам признался в том, что, как бы, ну, я туда тоже ходил, чтобы клиентов цеплять. По сути, многие так делают. То есть, он заплатил, там, сколько там, 200-300 тысяч рублей за то, чтобы просто получить доступ к этим людям. Потому что в обычной жизни у тебя нет доступа к этим людям. Понятно? Да, я понял. То есть, смотри, как вариант, мне можно пойти на обучение в акселератор онлайн-школ и там искать себе клиента. Конечно. Ну, то есть, ты, ну, ноги так и делают. Ноги что делают? Ну, как бы, у кого поменьше денег, они идут на конференции какие-нибудь, да, там, живые, ну, сейчас они закрыты, да, там, силу режима самоизоляции, да, но некоторые ходят на конференции, некоторые, там, оплачивают VIP-пакеты в конференции, чтобы сидеть поближе, там, бизнес или VIP, поближе к VIP-поевым гостям. Некоторые, там, скажем, как я, да, что они делают, мне впадут платить деньги, да, я просто выступаю как спикер у кого-то, да, там, либо в прямом эфире, там, либо, там, тоже, опять же, у парабеллума, я просто парабеллума знаю, как бы, я ему написал, говорю, слушай, а можно у тебя выступить в качестве спикера? Я выступаю у него на аудиторию инфобизнесменов, рассказываю про трафик, и потом мне капнуло два клиента с этого выступления, потому что они увидели мою экспертность, им понравилось то, что я рассказываю, все, а так, как бы, ну, хрен знает, как бы я схантил этих людей, потому что там ниже не написано, типа, я охуенный инфобизнесмен и, типа, зарабатываю хреновую тучу денег, там, в месяц, либо же, там, мастер-майнды, сейчас, блин, с этим коронавирусом, самоизоляцией, там, все начали создавать эти, все эти мастер-майнды, вот, а при этом прикол в том, что все эти мастер-майнды, они имеют определенную цену, а цена это как фильтр, да, то есть он сам за счет, ну, сам спикер и деньги, стоимость этого мастер-майнда, это своего рода отсев лишних людей, там, бомжей, там, неудачников, там, еще кого-то, да, и туда приходят, там, только нормально, адекватные чуваки, вот, и туда внедряешься, тоже обучаешься, как бы, ну, тебя ж никто не будет спрашивать, какая у тебя цель, там, ты что, клиентов хочешь найти, нет, все же общаются, там, нетворкинг в любом случае будет, никто тебе не запрещает общаться вне мастер-майнда, там, не знаю, там, предлагать что-то и так далее, конечно, это самый быстрый, простой вариант.